Добро пожаловать, друзья, на канал Фактограф! В этом видео мы поговорим о создании логотипов самых знаменитых брендов и узнаем, каким образом они пришли к своему узнаваемому облику. Такие компании, как Apple, McDonald's, Starbucks, Toyota, Gucci – всегда на слуху. Их логотипы не просто являются узнаваемыми в любой точке земного шара, но имеют неразрывную связь с культурой, традициями и ценностями компаний. Мы расскажем вам о самых удивительных и захватывающих моментах, которые легли в основу создания этих символов успешных брендов. Готовы узнать, какие скрытые послания и идеи кроются за каждой линией и цветом? Тогда не будем терять время, и давайте начнем листать страницы истории известных логотипов. Гуччи. Как создать бренд, который хотят все? Спросите у Гуччи. Гуччи – популярный итальянский бренд, одна из крупнейших корпораций в мире, специализирующаяся на изготовлении и реализации модных товаров – одежды, парфюмерии и аксессуаров. До моды Гуччи был основан Гуччо Гуччи во Флоренции в 1921 году. В 1920-х годах логотип бренда состоял из черно-белого изображения небольшого носильщика. В одной руке персонажа находится саквояж, а в другой – чемодан. Через 12 лет после основания в 1923 году старший сын Гуччо, Альдо, придумал фирменный знак из двух переплетенных букв G. Они символизировали инициалы основателя модного дома Гуччо Гуччи и одновременно застежку браслета. В начале 50-х годов к логотипу добавили красно-зеленую ленту, как дань уважения к итальянским корням владельца компании. Последние изменения логотипа произошли в 2015 году. Благодаря Александра Микелия, креативному директору компании, обе буквы G стали смотреть вправо. LG LG Electronics Incorporated – южнокорейская компания, один из крупнейших мировых производителей потребительской электроники и бытовой техники. История компании началась с 5 января 1947 года, когда предприниматель Ку Ин Хой образовал косметическую компанию Лак Хой Кемикал. При чем тут бытовая техника, спросите вы? А при том, что в 1948 году от Лак Хой Кемикал появилось дочернее предприятие – радиоэлектронный завод Голд Стар. В марте 1974 года Лак Хой Кемикал сменила имя на Лаки. В 1995 году Лаки и Голд Стар объединились в единую компанию – LG. Слоганом компании является фраза «Life is good». Буквы LG в логотипе окрашены в серый цвет, а фирменный знак выполнен в виде своеобразного красного смайлика. На смайле изображены черты лица. L выступает в роли носа, а изгиб буквы G создает внешнюю часть лица и улыбку. По словам представителей компании, логотип означает решимость установить длительные отношения и максимальное удовлетворение клиентов. В 2023 году впервые за 9 лет LG провели редизайн логотипа, убрали круглую рамку, поменяли оттенок цвета на насыщенный красный, да и изображение в целом стало более минималистичным. Google Google – это помощник всего человечества, поисковая система, которую создали Ларри Пейдж и Сергей Брин. Ежедневно система обрабатывает около 3,5 миллиардов поисковых запросов. Соответственно, каждый человек на Земле видит логотип Google где-то от 1 до 30 раз в день. История логотипа компании началась в 1994 году, когда Google носил название «Бэкрап». Тогда логотип представлял собой изображение руки, поверх которого нанесли оригинальное название компании в красном цвете. В 1998 году после ребрендинга логотип был составлен с помощью цветных Google букв и восклицательного знака. В 1999 году дизайнер Руд Кедар разработала несколько прототипов логотипа. Кедар убрала восклицательный знак и сделала минималистичную версию, которая служила официальным логотипом Google с 1999 по 2010 год. В 2010 году Google обновил свой логотип, изменив букву «о» с желтого на оранжевый и убрав тень. Текущий официальный логотип Google используется с сентября 2015 года. Компания сохранила свой характерный цветовой узор, но сменила шрифт. Чтобы отметить праздники и важные даты, компания превращает свой лого в дудлы. Необычные изображения, анимации и даже маленькие, полноценные онлайн-игры. Starbucks Сеть кофеин Starbucks является одной из самых узнаваемых в мире. История компании началась в 1971 году, когда два учителя и один писатель скинулись по 1300 долларов, чтобы открыть магазин «Кофе» в зернах в одном из шоппинг-центров в Сиэтле. Магазин назвали в честь одного из персонажей культового романа «Моби Дик» Старбека. Старбек был помощником на корабле, поэтому создатели решили поддерживать морскую тематику. Первый логотип был создан в коричневых цветах. Вокруг картинки на лого располагался текст, а изображение было дополнено откровенным рисунком сирены с обнаженной грудью и раздвоенным хвостом рыбы. Дизайнером этого лого был Терри Хеклер. Вы слышали о сиренах, которые пленяют моряков и заставляют их терять голову. Вот как Старбакс привлекал и удерживал своих клиентов. В 1987 году компания провела ребрендинг. На лого появились две звезды – зеленый цвет, а грудь сирены прикрыли волосами. Название изменилось со «Старбакс кофе Ти Спайсес» на «Старбакс кофе». В 1992 году в лого сделали фокус на лицо сирены, а нижнюю часть тела убрали. В 2011-м исчезли круг и текст с названием компании. А сирена разместилась уже на зеленом фоне. Toyota История успеха компании началась в 1924 году, когда японский изобретатель Сокити Тойода создал ткацкий станок. В 1929 году сын Токити Кийчиро поехал в Европу для изучения автомобильной промышленности и в 1937 году основал Тойода Мотор Корпорейшн – компанию по производству автомобилей. Первый логотип представлял собой вытянутый синий восьмиугольник, в который была заключена красная надпись «Тойода». Да, тогда вместо второй буквы «Т» была «Д» по фамилии основателя компании. В 1949-м лого трансформировалось в круглый красный значок с белой линией и надписью «Тойода» на японском языке. В 1958 году буква «Д» меняется на «Т» и лого выглядит как слово «Тойота». Знакомый вам логотип из трех эллипсов был разработан в 1989 году. Некоторые видят в нем игольное ушко с продетой в него ниткой. Намек на прошлой компании, занимавшейся вначале ткацкими станками. Кто-то видит букву «Т» или все буквы из названия поочередно, или даже ковбоя в шляпе. В самой компании говорят, что пересечение эллипсов символизирует тесную связь между сердцами клиентов и сердцем корпорации. Чупа-чупс – круглый леденец на палочке, который знаком детям и взрослым со всей планеты появился в 1958 году благодаря испанскому предпринимателю Энрике Бернату. В то время это было инновационное решение. Дети больше не пачкали руки и одежду, ведь леденцы на палочке – такое удобное решение. Карамель получила название «Чупс». В 1958 году логотип печатали в виде красной надписи «Чупс» в привлекательном фирменном шрифте. В 1961 к ней добавили слово «Чупа», написанное черными буквами. В 1960-х годах был разработан новый логотип, тот, который мы сегодня видим в каждом магазине. Кто его автор? Не поверите. Сам художник-сюреалист Сальвадор Дали. Энрике Бернат обратился к своему земляку Сальвадору с просьбой нарисовать что-нибудь запоминающееся. Гениальный художник думал недолго и набросал ему картинку, где была изображена «Ромашка Чупа-Чупс», которая находится сверху конфетки. Яркий, запоминающийся и радостный логотип идеально подошел под концепцию новых леденцов. Nike Один из ярчайших спортивных брендов в мире. Берет свое начало с 1960-х годов, когда бегун на средней дистанции Филд Найт начал продавать японскую обувь под условным названием Blue Ribbon Sports. Бизнес процветал, однако для основания новой компании требовалось более лаконичное название и запоминающийся логотип. Согласно легенде, название компании придумал коллега Найта Джефф Джонсон, увидев во сне греческую богиню победы Нику. Так компания получила название Nike. Логотип Nike был разработан в 1981 году студенткой из Портленда Кэролайн Дэвидсон, всего за 35 долларов. Фил Найт хотел создать логотип, символизирующий динамику и скорость. В результате получился контур крыла богини, похожий на галочку, который при этом, кроме движения, еще и олицетворяет победу. Лого не впечатлил Фила, однако из-за сжатых сроков владелец компании принял работу, сказав, что потеплеет к логотипу со временем. Изначально лого называли Strip, а после Swoosh, что означает быстрый звук. С 1995 года галочка стала эксклюзивным фирменным стилем Nike, а самый известный слоган Just Do It был вдохновлен последними словами американского серийного убийцы перед казнью в конце 1970-х годов. Нестле История всемирно известной транснациональной корпорации началась в 1866 году, когда швейцарский фармацевт Генри Нестле разработал продукт для искусственного вскармливания грудных детей. Он получил название Farine lactii Henry Nestle, молочная мука Генри Нестле. На первом логотипе была изображена одинокая птица, сидящая в гнезде. Это была отсылка к фамилии Нестле, которая означает гнездо на немецком языке. Затем фамильный герб совместили с идеологией основного продукта компании, щиту брали, а родитель теперь кормил трех птенцов. Со слов основателя птицами были дрозды, а дерево дубом. В 1938 году птиц в гнезде высветлили и поверх изображения добавили надпись Нестле. С черточкой над последней буквой И, указывающей на ударение. В 1988 году вместо трех птенцов стало два, а в клюве родителя пропал червяк. Надпись Нестле разместили под гнездом и поменяли шрифт. В 2015 году изображение слегка изменили, чтобы логотип было проще воспринимать с цифровых устройств. Название компании теперь может быть размещено как под гнездом, так и с правой стороны от птиц. Apple. Почему в логотипе Apple яблоко надкусано? Вы задумывались об этом? История Apple начинается в 1976 году, когда Стив Джобс, Стив Возник и Рональд Уэйн основали компанию в гараже в Купертину в Калифорнии. Первый логотип Apple, разработанный Рональдом Уэйном, сильно отличался от того, который мы знаем сегодня. На нем было изображено сэра Исаака Ньютона, который сидит под яблоней. По краю щита тянулась надпись «Ньютон – ум, вечно странствующий по невероятным морям мысли». В 1977 году графический дизайнер Роб Янов разработал логотип надкушенного радужного яблока. Дизайнер надкусил яблоко, чтобы его можно было отличить от других плодов круглой формы. Все гениальное, просто. В 1998 году логотип стал монохромным и более современным, что соответствовало развивающейся философии дизайна Apple с ориентацией на простоту и элегантность. После чего вышли логотипы с белыми или хромированными версиями, которые мы видим сегодня. Макдональдс. Этот логотип знаком и детям и взрослым. Кто не любит Макдональдс? Американская сеть ресторанов быстрого питания Макдональдс была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдональдами. Изначально фирменный знак представлял собой черную надпись «Макдональдс Фэймоус Барбекю» на белом фоне. Затем название ресторана сократили, до Макдональдс, а на изображение добавили повара по имени Спиди. Имя, что с английского переводится как «быстрый», символизировало супербыстрое обслуживание. К 1953 году компания решила отойти от такого дизайна, оставив на новом логотипе только наименование бренда, выполненного красным цветом. Только в 1961 году на эмблеме Макдональдс появилось всеми узнаваемое изображение арки или буквы М. Далее дизайн лого претерпевал еще несколько ребрендингов, но стилистика и ключевая иконка оставалась практически неизменной. Последний вариант логотипа был принят в 2018 году, он отличается от предыдущих лого наличием красного фона. Теперь фирменный стиль бренда состоит в основном из красного и желтого цветов. Эта расцветка прочно закрепилась в восприятии покупателей и идентифицируется с Макдональдс. На этом у нас все, друзья. Делитесь с нами в комментариях, какая история вам понравилась больше всего.